Так, что нам с вами понадобится? Нам понадобятся очень плотные, хорошие гириллаки, обязательно, потому что без них у нас жизни не будет. Сами вы понимаете, что чем плотнее сам фигмент, тем быстрее происходит и работа, а для градиента это вообще очень важное условие. Давайте я напишу топ того, что считаю максимально важным в градиенте. Переходите на мой аккаунт, подписывайтесь, давайте дружить. Вы можете всегда в любой момент задавать мне вопросы, которые у вас появляются после просмотра наших с вами вебинарчиков, таких маленьких. Так, что важно и что не очень? Давайте поговорим. Первое, что я считаю максимально важным для градиента, это, конечно же, плотные гириллаки. Об этом я уже сказала и повторюсь, это очень важно. Плотность гириллака. Если кто-то знаком со старой коллекцией гириллаков Уин Гарден, Сон Нейчерли, это коллекция более таких, я бы сказала, жидких цветов, то есть они сами по себе насыщены, но сам цвет, то есть его структура, она более жидкая, и поэтому в градиенте быстро начнет растекание свое, ну, собственно, запачкает боковые валики и так далее. Но я умею и тем, и тем, но сейчас, в данный момент, хочу рассказать именно для начинающих мастеров, которые вот только начинают пробовать там градиент, что лучше использовать плотные гириллаки, и чтобы консистенция у них была средняя. То есть это вам облегчит работу. Средняя консистенция. Следующий немаловажный момент. Если вы только начинаете пробовать себя в градиенте, то обратите свое внимание на гириллаки пастельных оттенков. Голубой, розовый, там, желтенький, вот такие вот цвета, которые, в которых есть добавление белого цвета. То есть у нас получается с вами в итоге, как, допустим, если вы взяли темно-синий цвет, и в него стали постепенно добавлять белый, у вас на выходе выйдет голубой. Поэтому смотрите такие цвета, в которых есть насыщение белого пигмента, а именно пастельные оттенки. они и смешиваются лучше всего вообще. Пастельные оттенки. Быстрее и лучше смешиваются. Не смешиваются. Следующий момент. Это процентное соотношение. Соотношение нанесения цветов. То есть, какая самая такая распространенная ошибка есть в начинании градиента? Ну, во-первых, это вот именно соотношение нанесения цветов. Многие мастера думают или где-то были научены таким способом, что нанести цвета нужно 50 на 50. и производить смешивание цветов. Ну, это, конечно же, неправильно. Это больше на миф похоже. Задача в градиенте плавно перейти из одного цвета в другой. Но помощником в этом деле будет являться дополнительный, третий полученный оттенок. То есть, два вот этих смешанных, они в совокупности дают еще один цвет. Еще один красивый, благодаря которому переход получается плавным. Так куда же тогда вместится этот третий цвет, если здесь у вас уже нанесение идет 50 на 50? Поэтому я предлагаю делать таким образом. Нанесение цветов держать вот в такой позиции. Тогда получается у вас 30% более темного оттенка, более темного оттенка. И 70% более светлого. В совокупности, когда они начнут смешиваться, у вас приблизительно вот в этой центральной части это смешание и произойдет. То есть, у вас часть чистого цвета останется возле кутикулы, часть чистого возле свободного края. И здесь у вас как раз таки и получится там 30% у вас выйдет на то, что здесь дополнительный цвет. Доп-цвет. Тот, который вы получили при помощи смешания наших двух первичных цветов. Поэтому нанесение будет у нас с вами таким. Таким. Поэтому процентное соотношение нельзя ни в коем случае путать. Вот. То есть, ну не то, что путать, а соблюдать вот именно в такой позиции 50 на 50. Это у нас нет. Это у нас да. Следующий немаловажный этап, это плавная работа. Плавный ход, назовем его так. Я думаю, что вы не раз видели и не два, и не три кучу, и вообще десятки видеороликов, в которых при помощи кисточки гребешок ее еще чаще всего называют. То есть, это обычная кисть плоская, у которой разряжены кончики. То есть, здесь меньше ворсинок, чем у основания. Вот. И получается, что вы по-любому видели такие ролики, где там... Давайте я сейчас попробую показать, как это происходит. То есть, там в кадре типса, и происходит такое действие. То есть, быстро-быстро-быстро-быстро происходит работа, потому что это, естественно, увеличенный темп видео, для того, чтобы просто показать результат и финал, потому что никому не интересно вот это вот сидеть и смотреть, как идет этот ход кисточки. И поэтому самое важное, это плавный ход. Ни в коем случае при работе с градиентом никогда не перескакивайте быстро сверху вниз. Не пытайтесь грязной кисточкой вернуться и начать проход заново. То есть, плавный ход, он должен быть именно плавным и, как сказать, пошаговым. То есть, нельзя от начала резко перепрыгнуть в конец и, там, знаете, хаотично где-то чего-то работать. Работа идет плавным ходом путем змейки такой. То есть, что значит путем змейки? Давайте так его и назовем. Путь змейки. У кого были, у родителей телефоны Nokia 3310, знают, что там есть такая игра с змейкой, и там, собственно, змея как будто бы ходит по экрану, точнее, ездит, и, получается, кушает какие-то там предложенные ей явства. То есть, путь змейки у нас идет вот таким образом. То есть, вы поставили свою кисть, и у вас начинается ход. Вот, дошли, немножко спустились вниз, и вот так вот вы идете, идете, идете. Вот это такие пять самых важных правил, которые бы я отметила для выполнения нашего градиента. А теперь давайте как раз-таки этот градиент и поделаем. Первый градиент, который я вам хочу показать, это градиент вертикальный. Выполняется, ну, крайне легко, просто вот легче, легче вообще не придумывать, не придумать даже. Смотрите, я выбираю два цвета. Цвета 108 и 109 икс гелий. Вот этот цвет сегодня мы наносили моей клиентке, она просто в диком восторге. Это не просто желтый пастельный такой оттенок, он, как я сказала, даже больше горчичный такой цвет. На экране он чуть более яркий, он прям горчица такая вообще, ассоциативный ряд с едой всегда. Так, и еще вот такой вот оттеночек. 109. Не знаю, как бы я его назвала. Ну, тоже такой, знаете, как будто бы припыленный, пыль как будто бы добавлена, ну, такой с серым подтоном, что ли. Здравствуйте, почему в основном делают кисточкой, а не аэрографом? Да как кто-то делает аэрографом, кто-то кисточкой, кому что удобней. Мне, допустим, аэрограф абсолютно не подходит. Не мое это. Смотрите, вы выбираете два цвета и смотрите на то, какой из них самый светлый. Самый светлый в моем случае оказывается номер 108. Горчичка. И наносим на ногти клиента. В один тоненький слой, естественно, цвет у нас укладывается сразу, перекрывая прозрачную типсу. Что нам и хорошо. Ай, не попало. Так, нанесли. И отправляем на просушку. Так как у меня будет несколько типс с использованием этого цвета, то я сразу же нанесу еще. Мне вот кажется, что ручная техника, она как-то более, что ли, более красивая. Ну, это вот на мой вкус. Я не знаю. Девчонки, кто что любит? Вот, напишите, пожалуйста, кто любит градиент делать аэрографом, а кто при помощи кисти. А кто вообще ничем не делал и не пробовал. Обожаю кисть у X-геля, потому что она вот прям вот под кутикулу туда своим вот этим полукруглым овальчиком укладывается идеально. Никаких тонких кисточек не надо. Так, и что у нас есть на выходе? А на выходе у нас с вами есть вот такой вид. Так, сейчас, обомнили. Ну, смотрите, еще мне сейчас понадобится... Так, а что, а что, у всех есть аэрограф? Только начинающую не делала. Я вас поздравляю, у вас как раз есть возможность посмотреть, как это сделать. Так, смотрите, еще мне нужна просто... У меня есть старые базы, старые топы, и в них есть, естественно, кисточки. Так как этими продуктами я не пользуюсь, то я использую от них вот так вот кисть иногда. Я возьму обычную кисть, то есть если, да, там нет какой-то определенной. Возьму обычную кисть и немножко ее вытру. Почему желтый гель-лак не просыхает в лампе? Не знаю. У меня все просыхает. Посмотрите на срок годности вашей лампы. Может быть уже... Может быть уже что-то с ней. И лампы надо все-таки мощные брать. То есть я раньше тоже работала 36-ти ватками, и скажу, что это вообще не то. Делаю кистью. Отлично получается. Спасибо вам большое. Пожалуйста, делаю кистью. Отлично получается. Согласна. Мечтаю научиться рисовать градиент. Могу предложить вам попасть на наш онлайн-курс. Но правда состоится он в апреле. В конце апреля будет очень крутой курс. Градиенты и инкрустация. Кисть плохая, жесткая. Смотрите, на самом деле можно вообще любой кистью сделать градиент. Даже жесткой. Просто сильно на нее не давить. У Эксгелия не все цветники и просыхают. Слушайте, не знаю, как-то это первый раз, честно говоря, сталкиваюсь. Потому что сколько бы у меня не было Эксгелия и старой коллекции, и новая, вот вообще именно Эксгелия просыхает все. Сваиваю аэрограф. В принципе, неплохо, удобно, быстро. Смотрите, мы сейчас сначала с вертикального начнем. Не знаю, мне как-то с аэрографом не задалось. Я вот как-то увидела его, и все, закончилось наше знакомство. Может быть, может быть, зря. Может быть, конечно, я эрографом была бы круче. Все может быть. Мы наносим цвета. Я нанесла приблизительно в соотношении, наверное, 40 на 60. Смотрите, вы можете взять плоскую кисть. Мне просто удобно кистью с флакона. Обычной кистью под любой старой базой или топом. Что вы делаете? Вы кисть немножечко вот так вот распушили. И нужно ее согнуть по форме арки ногтя. Что мы делаем? Старые в новой некоторые цвета плохо просыхают. Многие жалуются. Получается, я везучая? Смотрите, я начинаю на стыке двух цветов плавно подниматься наверх. Девочки, у кого проблемы с просушкой любого гириллака, обратите внимание на свои лампы. Лампы бывают как оригинальные, так бывают и, естественно, подделки, скажем так, китайские. За счет этого работа идет плохо. За счет этого идут непросыхания баз, топов, цветников. Поэтому обратите на это внимание. Смотрите, что я делала. Я потихоньку сначала на одном месте притаптывалась, а потом наверх иду. Иду наверх движениями длинными. То есть никакими не подкапывающими, а вот прям четко от кутикулы вниз. Это на стыке двух цветов. Что я делаю далее? Я начинаю плавно по одному миллиметрику передвигаться в сторону светлого цвета. И обратно. И обратно. То есть все плавный переход вертикальный у меня, в принципе, с этого и замечательно выходит. Чтобы добавить контраста для работы, я еще беру тонкой кистью и прохожусь в боковых валиках. То есть, ну, естественно, сейчас я это делаю кистью с флакона, чтобы не тратить ни ваше свое время. И докрашиваю здесь. То есть он будет более контрастный. Конечно, этот способ запачкает руки клиента. Но что делать? Так, круто, надо попробовать. Спасибо большое. Желто-черный, красный и белый могут не просыхать. Пигмент не пробивается лучами. Интересно. Не слышала про такое. Сан-48 гель. Отлично сушу. Сушу минуту, так как пигментированный очень. Я вот, кстати, тоже фанат того, что лучше что-либо. Любой какой-то компонент, с которым я работаю, будь то цвет, будь то база, будь то топ, я всегда пересушиваю. То есть вот это вот, если написано 30 секунд, надо 30 секунд, я так никогда не делаю. И, в принципе, за счет этого, может быть, тоже никогда никаких проблем и не имела. Шикарно. Спасибо большое. Сейчас мы с вами сделаем... Это был у нас градиент горизонтальный. Ой, вертикальный. Привет, София. И сейчас мы с вами сделаем горизонтальный. Возьмем кисточку, гребешок уже. Возьмем наш типс желтенький, подготовленный. То есть вот это вот так. Вроде бы простая техника. Она абсолютно простая. То есть проще уже некуда. Попробуйте, не давите сильно на кисть, в которой вы будете работать. Сейчас мы еще в конце еще раз сделаем один такой переход. Ой-ой-ой, чуть вас не уронила. Сто тринадцатый номер. Если, опять же, взять ассоциативный ряд. У всех ассоциации с чем-либо. У меня ассоциативный ряд с едой. Это цвет вареной колбасы. Очень вкусный с едом на вареной колбасы. Потому что не передает иногда экран сам цвет. Поэтому вот так. Девочки, какой цвет? Сто тринадцатый. Не, он обалденный. Он шикарный просто. Девочки, если вы сделаете свои градиенты, с удовольствием буду смотреть на них, если вы будете их выкладывать, там, отмечать меня, либо можете в директ просто присылать. Если отмечаете меня в своих сторис, на своих работах, я автоматически перепощу их к себе. Докторская. Так, мы с вами договорились, что у нас будет приблизительно 30%. Приблизительно 30%. И таким средним слоем. И тоненьким слоем. Это важное упоминание. Вы наносите светлый оттенок. Более светлый из двух представленных на ногте. Короче, знаете... Да, да. Слушайте, я только хотела это сказать, и вы написали. Горчица, колбаса, зеленый салат. Прямо бутербург. Да, да, да. Только у меня это вот дошло в голову. Как говорят, мысли сходятся. Итак, давайте колбасу ватрем в горчицу. Салфеточка. Все есть захотелось. Ну, делайте бутерброд. Выкладывайте в сторис и тоже отмечайте. Кисть сухая. Распушили ее. Смотрите, что сначала нужно сделать. Сначала нужно варварски накинуться колбасой на горчицу. Что это значит? Вы сейчас варварски вот так вот раз накинулись, накинулись, накинулись. Отлично. Кушать теперь хочется. Знаете что, давайте на следующей трансляции как-то давайте подготовленными будьте. Давайте уже с бутербродами сидите, пожалуйста, сразу. И все, и всем будет счастье. Смотрите, я накинулась варварски колбасой на горчицу, обтерла кисть. Нет, в клинсере не надо смачивать, не надо ничего. Просто сухая кисть. Обязательно попробую. И если смотреть сбоку, то только кончиком кисточки я начинаю идти мой проход, плавный ход змейкой. Смотрите, главное, не торопитесь. Вы идете и как будто бы стягиваете за собой гириллак вниз. Соприкосновение нежнейшее просто. И идем змеечкой, змеечкой, змеечкой. Спасибо, пожалуйста. Третья уже как хорошо выходит. Я иду так до самого конца, чтобы на свободном крае не оставалось много материала. Раз прошлась, кисть об салфетку. Раз и немножечко обтерла. Не давите на кисть, когда стягиваете с нее цвет с салфеткой, чтобы ворс не убежал у вас. Это был первый проход. И теперь что мы делаем? Еще раз. Небольшой угол у кисточки, как можете видеть. То есть она не лежит плоско. Только кончиком кисточки, аккуратненько в цвет, вот так вот. И пошла змейкой. Как называется кисть и номер? Это Рублев, пятерка, синтетика. На самом деле, можно абсолютно любой кистью делать. Вы главное превратите ее в такое же чучело, как у меня, потому что, видите, какая она вся растрепанная. Сделать это кистью с плотным ворсом не получится. Нужны вот именно такие метелочки. Новая она будет еще не такая. Новая она будет еще гладенькая, ворсинка к ворсинке. Ее вот нужно убить. Я бы так сказала. Первый слой всегда однотонный. Да, первый слой всегда однотонный, самого светлого оттенка. Смотрите, вот так вот колбаса накинулась на горчицу. Теперь давайте с салатом накинемся на горчицу. Можно по желанию сделать два слоя. Слой у нас, кстати, с вами. Ой, не то открыла. Так, сейчас, секунду, где мои глаза. Покрываю я их стопом без липкости. Это сейчас моя самая главная любовь. Кто не пробовал, девочки, обязательно попробуйте. Только смотрите, чтобы от лампы подальше он стоял, потому что я сейчас в предыдущей трансляции делала выравнивание топом. Перевернула типс. Он находился, не знаю, мне кажется, в сантиметрах в пятидесяти от лампы. Перевернула, а он с одной стороны застыл. То есть он очень такой быстро схватываемый. Прекрасный бутербург. Так, давайте. Смотрите, можно второй сделать слой, но сам переход идеально плавный. Поэтому второго слоя я как бы не вижу смысл наносить, собственно. Поэтому смотрите, как считаете нужно. Давайте теперь... Где-где-где наша? Где наш салатик? 109. Вот мне нравится эта новая коллекция тем, что эти цвета, они, знаете, не игрушечные, пастельные. Есть вот такой игрушечный розовый, там как домик Барби и ее одежда. А есть вот розовый, такой как колбаса. Понимаете? То есть он припыленный такой цвет. Немножко вот как пыльненький. Очень интересно. Сейчас все это в моде, все эти оттенки. Поэтому это актуально. Давайте теперь здесь сделаем вообще вот так вот. Давайте пойдем от свободного края. Что нам-то? Сложно что ли? То есть салат у нас 109-й, а горчица 108-й. Так. Горчички. Конечно же, на клиенте мы бы наносили все это в таком положении. То есть я просто сейчас, блин, кисточкой на флакон въехала неровно. Смотрите, светлый оттенок наносится тонким слоем. Руку клиента можно перевернуть. Он не обидится. Переворачиваем. Так. Кистью распушились немножко. И смотрите, что мы делаем с вами. Мы окунаемся в зеленый. В салатик окунулись. Переборщила я немножко с количеством. Вообще, в идеале, кисть должна быть большую часть времени сухая. То есть не вот так вот, как у меня сейчас плавает она. Сейчас надо убрать остатки. То есть вот сейчас я выхожу на желтый цвет. Видите, кисточка уже такая более сухая становится. Вот такой кистью удобнее всего работать. Либо ее нужно будет периодически вытирать. Поэтому с цветами, со слоями не переборщивайте с количеством. Эфиры, все эфиры мы всегда сохраняем. Абсолютно все, которые приходят на канале Ингарден, они сохраняются ровно на сутки. Поэтому не переживайте, если у вас сейчас работа или нет времени, вы можете еще в течение суток все это пересматривать. Как у меня там за окном разошлись люди. Кричат. Но я не могу оторваться, встать. Да, в следующий раз надо закрыть его. Смотрите, я вернулась назад с сухой кисточкой и плавный ход змейкой. Змейкой пошли, пошли, пошли. Очень скоро выйдет информация о том платном курсе, онлайн-курсе, который у нас будет в конце апреля. И это будет обширнейший курс по градиенту инкрустации. Там будут и неоновые переходы, и переход из белого в черный, из черного в белый. То есть все это у нас верхушка айсберга. Обожаю ваши эфиры. Спасибо большое. Как ей сделать? Просто покупная не подойдет. У вас какая-то... Да, я и говорю, она у меня растрепанная, она у меня убитая уже, потому что я ее вот так вот постоянно раздербанкиваю, так сказать не по-русски. То есть я ее постоянно тревожу, потому что совсем новенькой не получится. Чтобы вы понимали, смотрите, в прошлом эфире я делала Baby Boomer. Посмотрите, и тот эфир тоже очень интересный. И там я работаю при помощи кисточки. Сейчас я покажу вам просто, чтобы вы понимали, что я делаю со своими кисточками. Я работала в прошлом эфире вот такой кистью. То есть вот ее состояние. А вот она же, но она новенькая. То есть вот со всеми кисточками для градиента я поступаю так. Вообще это можно сделать любой кистью с вот таким вот ворсом. Ну, имеется в виду разряженным. Любой кисточкой гребешок. Вы поймите, девчат, дело не в кисточках. Вот многие там, да, вензеля типа, а какой кисточкой рисовать? Да любой можно нарисовать. Дело не в кисточке совсем. Дело в понимании и в осознании каждого шага вашего в подобранных цветах плавно, правильно, в подобранных цветах, в нажиме, который очень маленький. Вот смотрите, я почти еле касаюсь просто только кончиком. Очень красивые переходы получаются. Да, с первого слоя, потому что, ну, из гиг с гель, мы же говорили уже в начале, да, что цвета надо подбирать, конечно, имею в виду палитру, да. Что они с первого слоя укладываются, а это, конечно же, очень большая экономия времени. О, спешит, экран у меня уже, походу, не хочет показывать. И шаг, смотрите, какой маленький шаг. Нет никаких перепрыгиваний с места на место. Не забывайте подкручивать типсу или руку клиента. трехслойные градиенты делаете? Делаем, конечно. Так, девчата, у меня осталось буквально 10 минут. Сейчас к вам присоединится наш еще один потрясающий инструктор со своим эфиром в 8 часов, поэтому мне надо закруглять здесь все свои гастрономические вообще произволы. смотрите, если только же этот же вопрос пишу и уже успели. Видите какие-то неровности, кисть переворачиваете, вертикально вот так вот ставите и немножечко попрыгали на том месте, которое считаете резким переходом. как будто укольчиков так натыкали, тык-тык-тык. Не заваливайте головной кисточкой, именно вот так вот укольчиками тын-дрын-дрын-дрын-дрын. Походили, походили и в лампу, собственно, поехали. Ай, так, сначала не забываем, прежде чем уйти в лампу. Смотрите, вот здесь вот на самом кончике у меня желтый пробивается цвет, поэтому надо чуть-чуть плачком прикрасить все это дело. Так. Девочки, ну что хочу вам сказать. Правильно подобранные цвета между собой. Плотности, главное, плотность, чтобы цветов была одинаковая. Потому что бывает такое, что вы возьмете один цвет одного производителя, а он такой жидковатый, да, второй у вас там плотный, средней консистенции, там, X-гель хороший взят. И что получится, что у вас будет, будут полосы, будут разводы. Поэтому подбирайте правильно цвета. Это первое. Так, сейчас. Покрыла топом нашу колбасу с горчицей. Теперь салат с горчицей это покрыть. И буду очень рада, если вы выполните градиенты по вот этой технике, по моей, которую я вам сейчас рассказала и показала. Выкладывайте в сторис, отмечайте меня. С удовольствием посмотрю и с удовольствием, спасибо за вкусный эфир, с удовольствием сделаю такой же перепост вас в свой инстаграм, чтобы другие мастера увидели, что вы умеете. Сделаю небольшое выравнивание. Да, вот такой вот ассоциативный ряд сегодня интересный у меня, но оно не мудрено, я как бы голодная. Вот, сейчас покажу вам все, что получилось. Так. А, смотрите, у меня еще даже есть, даже есть целых пять минуточек поболтать. Ой. Спасибо огромное за эфир. Пожалуйста, девочки. Сейчас я их поближе поднесу, к вам посмотрите. И переходите, смотрите еще прошлый эфир. Прошлый эфир про Бэби Бумер и про гель-паутинку. Такие мы там делали. В общем, сегодня у нас вечер встреч градиентов и омбре. Хотим вас видеть снова. Я постоянно буду теперь приходить. Я больше не собираюсь там, не болеть, ничего. Мы будем с вами встречаться. Я сейчас, давайте, может, вам быстренько вам расскажу. Быстренько вам расскажу, какие у нас с вами эфиры впереди. Горячечка салатика интереснее смотрится. Девочки, смотрите. Сегодня у нас с вами что? 15 число. 18 числа в следующий раз мы с вами встречаемся. В 22.00, правда. На самом деле, я еще ни разу не видела своего бывшего мастера не голодного. геометрия у нас с вами будет 18 числа. 20 марта у нас 21.00 с вами будет обработка по фото и поведению инстаграм. 21 числа экспресс-дизайны будут в 5 часов. И 24 числа мы про рабочее место наилмастера поговорим с вами в 18.00. В 26 числа будет опил форм ногтей в 18.00. И 28 числа в 21.00 мы с вами поговорим немного о дезинфекции и стерилизации, а конкретно о том, как же можно жить вообще без сухожара. И в 18.00, 29 марта у нас с вами будет эфир о том, как перестать бояться среза ножниц. Потому что я знаю, что у многих таковая проблема есть. Так. Все хочу, все будет. Приходите на эфиры. И также, конечно, у нас очень много крутейших, талантливейших инструкторов. Постоянно ведут здесь онлайн-курсы. Присоединяйтесь, смотрите. Они все бесплатные. То есть это тонна информации, которую мы всегда с радостью выдаем для вас. Делимся, делимся потрясающими новинками. И действительно, все то, что показано, это все, безусловно, всегда используется. Я просто к чему? Потому что мне задавали такой вопрос. Мария, вы что, правда пользуетесь тем, что показываете? Естественно, конечно же. Я обожаю эту продукцию, потому что это отличнейшее соотношение цены, качества, объемов, плотности. То есть это вообще супер. Так, что не обязательно сухожарить? Ну, можно, мы вот 28-го числа с вами поговорим об этом. Эфир сохраняется обязательно. Про сухожар. То есть не у всех же есть сухожар, поэтому разговор там будет. Девочки, пробуйте, выполняйте работу, отмечайте меня в своих сторисах, задавайте вопросы, пишите, не стесняйтесь. Инстаграм мой называется Мария Мун, он в закрепленном сообщении. Пишите в директ, если остались вопросы, по возможности я всегда отвечаю, но предупреждаю, отвечаю я всегда крайне долго. Я имею в виду, что могу ответить через день. Бывает такое. Так, эфир сохранится, супер, спасибо. Не обязательно. Что не обязательно? Сухожар иметь не обязательно? Сухожар иметь не обязательно. Вот так вот я скажу, а 28-го числа расскажу все нюансы. Спасибо за ваши сердечки. Пересматривайте эфиры, берите на заметку, я вас покидаю, и к вам вскоре присоединится наш следующий потрясающий инструктор и расскажет вам свои мысли и свой эфир. Вы классные. Спасибо большое. Огромное вам спасибо, девчонки. До встречи в новых эфирах. С вами была Мария Мун. Хорошего настроения. Вечера благодарных вам клиентов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok